Легкое движение руки и на стекле нет даже остатков тонировки. Затем обработка специальным составом, чтобы убрать клей и все. Машина вновь как с завода. Николай Иванов рассказывает, за тонированными стеклами ездил последние годы. Но раз правила изменились и тем более штраф вырос до 500 рублей, пришлось вернуть машине прежний вид. К новым правилам относятся спокойно, акции протеста устраивать не собирается. Всегда ездили сколько лет, когда начинали учиться в 70-е, 80-е годы на машинах. Не было ни тонировки, ничего, ездили же ничего. Автомобили это не для того, чтобы, так сказать, выделываться, что у меня тонировка, еще чего-то. Нет, это средство передвижения. Да, было удобно, когда тонировка, конечно, не видно, что в салоне. Ну, снять так, снять, тут нет каких-то сложностей. Как нет ажиотажей в автосервисах. Рассказывают, возможно, многие либо заранее растонировали свое авто, либо пока решили идти наперекор закону. В целом, здесь находят плюсы изменений. Да, дорогу, как и пешеходов, видно, будет лучше. Единственное, с чем здесь не согласны, то, что законом запрещено клеить даже обычную бронировочную пленку, которая не имеет светосопротивления, но защищает водителя и его имущество. Тем самым, как бы, мы подвергаем свои личные автомобили любому проникновению. То есть, любой человек может разбить стекло, а стекло, боковые стекла, это сталинит обычный, который просто лопается на мелкие кусочки, и, соответственно, проникнуть в автомобиль. Как отмечают в ГИБДД, закон касается всех, без каких-либо исключений. Но растонирует ли свое авто абсолютно каждый, точно сказать не может никто. Кирилл Бортников, Павел Охотников, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ.